Как не заблудиться в правовом поле, найти выход из сложной ситуации, разобраться в раскресении законов, постановлений и указов, куда обращаться, если ваши права нарушены. Об этом наша программа «Путеводитель в мире юриспруденции». В эфире «Ваше право» и я, Дарья Анфиногенова. Здравствуйте! Смотрите в выпуске интервью в городской прокуратуре. Кого контролирует ведомство? Как попасть на прием к прокурору? Также сегодня мы продолжим разговор о выплатах через пенсионный фонд, материнский капитал, как не угодить на скамью подсудимых, получая госпомощь. И, конечно же, нас ждет постоянная рубрика «Вопрос юристу». Начнем с рубрики «Правовой ликбез». Сегодня мы детально познакомимся с деятельностью ведомства, имеющего непосредственное отношение к праву. В чем, собственно, заключается роль прокуратуры как стража закона? Ответ на эти и другие вопросы в интервью с Дмитрием Торховым, первым заместителем прокурора города Вологды. Здравствуйте, Дмитрий Викторович. Предлагаю сначала нам остановиться на деятельности прокуратуры. Прокуратура – это и надзорный орган, и в то же время относится к силовому блоку. Над чем надзираете и почему же все-таки силовой? Ну, основное, наверное, то, что прокуратура – это все-таки надзорный орган. По общепринятому мнению, прокуратура относится к органу силовому, к силовому ведомству, но вместе с тем прокуратура осуществляет координацию всех правоохранительных органов Российской Федерации по борьбе с преступностью. Среди основных направлений деятельности прокуратуры следует, конечно же, отметить. Это надзор за исполнением федерального законодательства, надзор за исполнением органами, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность, дознание, предварительное следствие. Также это надзор за учреждениями, которые осуществляют контроль и надзор за лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы. Также за лицами, которые задерживаются и содержатся под стражей. Ну и одна из также главных функций прокуратуры – это участие в рассмотрении уголовных и юридических дел судами. А как вы получаете информацию о нарушениях закона? Основные направления получения информации, я считаю, следующие. Это, во-первых, постоянный анализ состояния законности в той или иной сфере надзора, будь то ЖКХ, будь то жилищные права, будь то трудовые права граждан. Второе – это, конечно же, жалобы, заявления, обращения граждан, предприятий и организаций. Ну и одна из основных и один из источников получения информации – это, конечно же, средства массовой информации. А можете привести пример вопиющих нарушений за последний год, скажем? В прошлом году мы возбудили уголовные дела по невыплате заработной платы по двум предприятиям. Это предприятия «Стройнефтегаз» и «Доргострой», где свыше 200 работникам длительное время, более чем полугода не выплачивалась зарплата, поэтому было возбуждено уголовное дело по статье 145. В настоящее время это дело расследуется. Дело такое резонансное. Далее – это уголовное дело по факту хищения бюджетных средств муниципалитета именно в части исполнения муниципальных контрактов по строительству жилых домов в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России». То есть, опять же, там было хищение. В настоящее время также это дело расследуется. Ну и на постоянной основе прокуратуры города, и в целом прокуратуры, наверное, это защищаются права инвалидов и маломобильных групп населения. В последнее время много уделяется внимания, и абсолютно обоснованно, это защите объектов культурного наследия в городе Волоке в частности. В прошлом году, в истекшем году, в 2012, прокуратуру города направили в Волоке в городе суд иск о восстановлении памятника культурного наследия Кожевинной Ряды. Это номера 12. Исковые требования прокурора удовлетворены, и в текущем году эти работы восстановительные должны быть закончены. Вот вы назвали несколько источников, среди них и простые граждане. С какими вопросами к вам обычно обращаются простые граждане, и с какими вообще вопросами стоит обращаться в прокуратуру? Любой гражданин, если нарушено его право в той или иной сфере, вправе обратиться в прокуратуру города. Наш адрес, улица Зосимовская, дом 60. Какие основные обращения и жалобы поступают от граждан? Ну, конечно же, сама жизнь диктует это. Это в основном нарушение в сфере жилища и коммунального хозяйства, в деятельности управляющей компании, именно в сфере незаконного повышения расценок, тарифов. Далее, это жалобы и обращения в сфере жилищного законодательства по вопросам предоставления жилья, в частности, ветхого и аварийного. Определенное количество жалоб и обращений граждан касается нарушения трудовых прав граждан. Это не выплата пособий по беременности родом, это не выплата зарплаты, какие-то невыдачи трудовой книжки и так далее. Очень много жалоб идет на действия судебных приставов. Это нарушение федерального закона о бесплатном производстве. Также есть жалобы достаточно много. Это нарушение прав и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве. А теперь я предлагаю перейти, собственно, к вопросам телезрителей к прокурору. Итак, первый вопрос. Имеет ли право учебное заведение взимать со студентов плату за пропущенные занятия? Одним из основных законов, которые регулируют отношения в данной сфере, является федеральный закон об образовании. Как раз в статьях 45-46 этого закона и определены те платные услуги, те платные возможности, которые органы образования, учреждения образования и предоставляют любому гражданину. Это в первую очередь репетиторство, это обучение по дополнительным образовательным программам, это занятия с обучающимися по каким-то специальным курсам и другие услуги. Поэтому можно сделать совершенно однозначный вывод, что такое взимание со студентой платы, оно незаконно. Поэтому если оно имеется, то, опять же, мы можем этим заняться. Второй вопрос. Могу ли я привлечь своего соседа к ответственности за нарушение тишины в ночное время? На его автомобиле установлена сигнализация, которая срабатывает ежедневно и неоднократно ночью, реагирует на малейший шум и движение? Любое нарушение тишины и покоя в ночное время, разумеется, оно подлежит наказанию. В данном случае это административная ответственность. Закон о Вологодской области от 28-го, это текущий год, уже в 2013 году, 28 января 2013 года, принят закон об обеспечении покоя граждан и соблюдении тишины в ночное время в Вологодской области. Определен, соответственно, и ограничение по времени. Это с 22 до 7 часов. То есть, если тишина нарушается, то в данном случае, в соответствии с законом Вологодской области об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа. На граждан от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц от 2 до 5000 рублей, и на юридических лиц от 5 до 10 тысяч рублей. Если такая тишина нарушается и покой граждан, то любой вологжанин, любой гражданин вправе обратиться либо в отдел полиции, либо в ближайший участковый пункт полиции с соответствующим заявлением на такое нарушение. И последний вопрос от телезрителя. Я работала в крупной сельскохозяйственной компании на протяжении 5 последних лет. И до момента увольнения работодателям в течение 4 месяцев в ней частично не выплачивалась заработная плата. Сейчас я осталась без источника дохода. Свои деньги не могу получить до сих пор. Что можно предпринять? Ну, в соответствии со статьей Конституции, есть положение в статье Конституции, что любому гражданину Российской Федерации гарантировано право на труд, на безопасность, гигиену этого труда, на выплату, установленную федеральным законом, минимального размера оплаты труда и, соответственно, право на защиту от безработицы. Что касается данной ситуации, если не выплачивается зарплата или частично более 3 месяцев, то в соответствии с Федеральным законодательством предусмотрена ответственность уголовная. Это статья 145 Прим Уголовного кодекса. Частично они выплаты 3 месяца, либо более, пособий, зарплаты, стипендии, других выплат. Если это руководитель именно выражено в какой-то заинтересованности личной или корыстной. Что касается ответственности за данное преступление, по части 1, это штраф до 120 тысяч рублей, это лишение заниматься определенной работой и определенной должностью на срок так же до года и лишение свободы так же до года. Что касается того, каким образом вы можете реализовать свое право на обращение в какие-то органы, можно обратиться в прокуратуру. Даже следует обратиться в прокуратуру. Либо в инспекцию труда в Вологодской области. Спасибо, Дмитрий Викторович, за ответы. И давайте еще раз напомним, когда в Вологжане могут обращаться в прокуратуру, если у них возникнут вопросы, и по какому адресу следует обращаться? Если у гражданина, если нарушены его права, то любой гражданин вправе обратиться в прокуратуру города Вологды. Это город Вологды, улица Засимовска, дом 60, ежедневно с понедельника по пятницу с 9 часов до 20, перерыв на обед с 13 до 14, также в субботу с 9 до 12. Следующий предмет нашего разговора тоже, как ни странно, часто попадает в поле зрения прокуратуры. Объект интересный не только многодетных семей, но и мошенников. Мы говорим о материнском капитале. Материнский капитал – это средство, передаваемое в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной социальной поддержки. Соответствующий закон был принят в декабре 2006 года. Согласно ему, на денежную выплату имеют право женщины, родившие или усыновившие второго, третьего или последующего ребенка, начиная с 1 января 2007 года. И мужчины – единственные усыновители второго, третьего или последующих детей, если решение суда вступило в силу, начиная, опять же, с 1 января 2007 года. Важно! Право на эту меру социальной поддержки можно получить лишь единожды. Каждый год размер материнского капитала индексируется, то есть сумма выплат растет, причем весьма интенсивно. Так стартовал маткап в 2007 году с 250 тысяч рублей. В 2008 году к прежней сумме прибавились еще 26 тысяч рублей. Через год размер материнского капитала перевалил за 300 тысяч. За пять лет с 2007 года рост составил более 158 тысяч рублей, больше 60%. Сейчас сумма выплат составляет 408 тысяч 960 рублей 50 копеек. Не имеет значения, в каком году получен сертификат и какая сумма указана в документе. Размер выплаты будет соответственен размеру маткапитала того года, когда за ней обратились в пенсионный фонд. Куда можно направить эти деньги и как не попасться на удочку мошенников? В нашем следующем материале. У нас с братом будет две отдельных кровати. Юному художнику Дане пять лет, его младшему брату Станиславу три. Большая светлая комната для малышей – мечта родителей. Именно поэтому около года назад в семье Святковых всерьез задумались о покупке новой квартиры. Но все рассмотренные варианты готового жилья не пришлись по душе. Тогда дело решили взять в свои руки. Самостоятельно построить уже не квартиру, а целый дом за городом. Чтобы был свой участок, где можно цветочки посадить. Опять же, планировалось так, что подсобные помещения не такие уж большие. Хотелось, чтобы было очень светло. У нас в каждой комнате по два окна. Чтобы была библиотека под книги. По такому проекту и начали строить. Пришлось продать свою квартиру. Сейчас дом уже практически готов. Остались отделкой коммуникации. А деньги на исходе. Решили воспользоваться материнским капиталом. Как раз Станиславу 3 исполнилось. Строительство индивидуального жилья – одна из целей, на которую можно потратить государственную выплату. Распорядиться средством материнского капитала можно только в трех направлениях. Это улучшение жилищных условий. Либо образование детей, либо накопительная часть женщины. В графу улучшения жилищных условий попадают не только строительство жилья, но и покупка квартиры, реконструкция дома самостоятельно, либо при помощи подрядчика. А также оплата первоначального взноса при получении ипотеки и погашение имеющейся задолженности. Деньги на образование детей можно отправить как на оплату детского сада, так и на обучение любого ребенка в семье в высшем учебном заведении. В заявлении на сертификат на материнский капитал женщины, как правило, пишут сразу же после рождения второго или третьего ребенка, говорят в пенсионном фонде. Но этот документ лишь подтверждает ваше право на получение государственной поддержки. Чтобы семья получила возможность распоряжаться капиталом, малышу должно исполниться три года. Есть только одно исключение – погашение уже существующего займа. Также придется собрать множество документов, чтобы подтвердить, что вы действительно собираетесь потратить деньги на оговоренную законом цель. В случае направления средств материнского капитала на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, в случае, если это с привлечением строительной организации, тогда это у нас сертификат, паспорт лица, получивший сертификат, копия разрешения на строительство, оформленное на лицо, получивший сертификат, копия договора строительного подряда, это в случае с организацией строительной. И еще длинный перечень документов. Впрочем, для каждой цели он свой, и лучше уточнить список заранее в пенсионном фонде. Дальше при одобрении выплаты деньги переводятся в зависимости от назначения на соответствующий счет в банке, подрядчика, учебного заведения или получателя. Наличные на руки не выдаются. Но находится много желающих обналичить материнский капитал, чтобы потратить деньги на свои личные цели. Пользуются уже ставшими стандартными схемами. Во-первых, продают одно и то же жилье женщинам в целях обналичивания материнского капитала. Вторая схема – это приобретение ветхого и аварийного жилья. Зачастую тут тоже выступают третьи лица – это риэлторы. И женщина даже не знает, какое она жилье покупает, где это жилье покупает, ей лишь бы получить деньги. Еще один метод мошенников – завышение суммы сделки. И одна из последних тенденций – покупка доли в квартире у близких родственников. Проблема этого федерального закона как раз в том, что не определены органы, которые должны осуществлять контроль за всеми сделками и расходованием государственных бюджетных средств. Мы сейчас и пенсионный фонд поднимаем этот вопрос на всех уровнях для того, чтобы внести поправки в этот федеральный закон. Пока же приходится контролировать сделки пенсионному фонду, хотя эти обязанности не прописаны в законе. Между тем, за мошенничество с материнским капиталом предусмотрена ни много, ни мало уголовная ответственность. В России уже возбуждено около 900 дел. Причем по двум третьим из них привлечены именно мамы – владелицы сертификатов. Но главное – при всех этих махинациях страдает в первую очередь ребенок. А сейчас перейдем к рубрике «Вопрос юристу». Решить правовые задачи жизни нам поможет консультант юридической клиники Северо-Западного института филиала университета имени Кутафина Кристина Юрчина. Был в отъезде неделю, вернулся, обнаружил ванну и туалет в подтеках, потолок обоев в кошмарном состоянии. Сосед сверху говорит, что затопить не мог. Как мне выяснить правду и что вообще делать? Кто-то может мне оплатить ремонт? Во-первых, вам следует обратиться в вашу управляющую компанию и к представителю управляющей компании. И он должен прийти с техником и обсмотреть вашу квартиру. То есть они составят акт, там будут зафиксированы то есть следы по печке. Также нужно будет зафиксировать их, то есть это можно будет сфотографировать. Если, например, управляющие не смогут прийти и сосед, например, тоже откажется, то есть он будет отрицать то, что он виновен. Также вы можете пригласить соседей сверху, то есть это будет как независимые два человека. Также вставляется акт, после этого он удостоверяется просто подписями соседей и это будет являться как ваше доказательство. Далее может быть два варианта развития событий, то есть если, например, вы можете подать заявление в суд и ждать выплаты, как бы установленной суммы, то есть если будет установлено, что он действительно затопил вашу квартиру, а если он откажется, то также вы обращаетесь в суд с исковым заявлением. А если он будет согласен выплачивать, то уже будет мирное соглашение, он выплачивает вам полностью и оплачивает ремонт квартиры. Напомню, вопрос в рубрику можно задать в группе программы ВКонтакте или прислать его по электронной почте на адрес вашеправо35sobako.gmail.com. Спрашивайте, ведь это ваше право. И на этом наша программа подходит к концу и я с вами прощаюсь. До скорой встречи на седьмом канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова